Существует общая реакция для отщепления E2. Вот здесь слева у нас есть галлоидный алкил. Х обозначает характерный галоген. Галоген прикреплён к альфа-углероду, также к нему прикреплён бета-углерод. Бета-протон является необходимым элементом данной схемы. Галлоидный алкил вступает в реакцию с сильным основанием, алкоксидом. У натрия положительный заряд, у алкоксида отрицательный, сильное основание и галлоидный алкил вступают в реакцию, чтобы получился алкен. Между альфа-углеродом и бета-углеродом будет сформирована двойная связь. Давайте посмотрим на механизм отщепления E2. Перерисуем первоначальный галлоидный алкил. Давайте поместим вот это сюда. Эти четыре атома играют самую важную роль во всём механизме. Все эти атомы находятся в одной плоскости, поэтому мы рисуем прямую линию, чтобы показать, что они находятся в плоскости страницы. От данного углерода некоторые элементы отходят вперёд, некоторые — назад. То же самое с этим углеродом. Что-то отходит вперёд, что-то назад. В данной схеме появляется основание. Давайте нарисуем тут универсальное сильное основание с неподелённой парой электронов и отрицательным зарядом в минус 1. Неподелённая пара электронов будет вести себя как основание по Брэнстеду-Лоури. Она будет акцептором протонов. Эта неподелённая пара забирает этот протон, и, забирая протон, она оставляет эти два электрона в связи. Эти два электрона перемещаются сюда, чтобы сформировать двойную связь между двумя углеродами. Реакция на этом не заканчивается, поскольку иначе у этого углерода справа оказалось бы 5 связей. А мы знаем, что это невозможно, поэтому этот углерод должен потерять одну из своих связей. И самый простой способ для него потерять связь — это переместить электроны из этой ковалентной связи к галогену. Давайте нарисуем продукты, которые мы получаем в данной схеме. Между двумя углеродами формируется двойная связь. Вокруг галогена получились три неподелённых пары электронов. Он заполучил ещё одну, и это даёт ему отрицательный формальный заряд в минус один. Он является стабильным в качестве замещаемой группы, поскольку обладает конфигурацией электронов как у инертного газа. Таким образом, данная схема является синхронной схемой. То есть все события происходят одновременно. И поэтому конечная скорость реакции отщепления Е2 будет зависеть от концентрации двух элементов. Она будет зависеть от концентрации галлоидного алкила, а также основания. Иначе говоря, это бимолекулярная реакция, почему мы и добавляем цифру 2 к названию Е2. Таким образом, это реакция отщепления. А цифра 2 означает, что скорость зависит от концентрации двух действующих веществ. Она противоположна схеме Е1, о которой мы говорили в прошлых видео. Ещё один важный момент, о котором нельзя забывать — это тот факт, что вот эти четыре атома, о которых мы говорили, водород, углерод, углерод и галоген находятся на одном уровне. Давайте нарисуем это ещё раз, чтобы подчеркнуть эту мысль. Итак, у нас есть водород, соединённый с углеродом, который соединён с другим углеродом, который соединён с галогеном. И все эти четыре атома находятся на одном уровне. Это необходимая часть механизма, поскольку в конечном продукте сформируется двойная связь. В нашем продукте сформируется π-связь. И орбитали должны переплетаться определённым образом. Выходит так, что всё располагается на одном уровне. Мы можем сказать, что эти четыре атома являются компланарными. Это пример того, как четыре атома могут быть компланарными. Давайте запишем это определение. Водород и галоген располагаются на противоположных сторонах. Мы можем назвать их антикомпланарными. Антикомпланарные отношения. Мы сможем увидеть отличия антикомпланарной конформации, если нарисуем пример другого варианта, тогда когда водород и галоген находятся на одной стороне. Это пример того, когда все четыре атома являются компланарными. Давайте это запишем. На этот раз водород и галоген находятся на одной стороне. Это называется синкомпланарная конформация. И поскольку мы говорим о простых связях, о свободном вращении этих простых связей, мы должны помнить об этой связи справа, о вращении синкомпланарной конформации, которая дает нам антикомпланарную, необходимую для механизма отщепления Е2. Итак, антикомпланарность — это необходимые условия для осуществления данной реакции. Иногда вместо антикомпланарности употребляют другой термин. Порой можно встретить термин антиперипланарный. Антиперипланарный означает, что вещество не может быть точно все элементы не могут быть точно на одном уровне. Это достаточно близко понятие, правда? Итак, антиперипланарный термин, который используется в большинстве учебников. Необходима антиперипланарная конформация. Давайте посмотрим на реальную схему реакции отщепления Е2. Взглянем на настоящую реакцию. Давайте начнем с терцбутилхлорида. Вот так выглядит терцбутилхлорид. Теперь поместим неподеленную пару электронов около хлора. И реакция происходит с сильным основанием. Скажем, с гидроксидом натрия. Гидроксид натрия дает нам гидроксид анионы в растворе. Нарисуем здесь гидроксид анионы. Когда мы проводим эту реакцию, мы прежде всего фокусируемся на галлоидном алкиле. И мы можем идентифицировать альфа- и бета-углероды. Вот наш альфа-углерод. Он присоединен к хлору. И вероятный бета-углерод. Запишем здесь альфа. Вероятные бета-углероды. Вот это может быть бета-углеродом. Это тоже может быть им. Либо же это может быть бета-углеродом. Все они вероятные бета-углероды. И все равноценны. Поэтому не имеет значения, которые из них мы выберем. Давайте возьмем протон, который выходит из этого бета-углерода. Скажем, в нашу схему вовлечен протон. Когда мы представляем себе схему, то видим, что основание забирает вот этот протон. Итак, это основание забирает протон. Электроны из этой связи перейдут сюда, чтобы сформировать двойную связь, и все это происходит одновременно. Электроны в простой связи перейдут к хлору. Давайте нарисуем конечный продукт. Что же мы в результате получили? Итак, у нас был OH минус вот здесь. Две неоподеленные пары электронов не участвуют в этой кислотной основной реакции. Одна неоподеленная пара забирает этот протон, происходит формирование молекул воды, и заряд исчезает, потому что OH минус и H плюс дают нам H20. Другой продукт, главный органический продукт, будет обладать двойной связью. Вот так. Поэтому мы получаем алкен. Затем здесь у нас хлор. У него было три неподеленных пары электронов. Теперь у него четыре пары, что дает ему отрицательный формальный заряд минус 1. Вот так выглядит механизм отщепления Е2. Главное помните — это антиперепланарное расположение вот этих атомов. первоначальное bên neue гор. Банela! ... ... ... ...